Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 1032. По условию задачи к одной точке, пусть это будет точка А, приложены две силы. Сила – это вектор. Значит, вектор F1 и вектор F2. Запишем данную. По условию задачи величины этих сил равны. Значит, длина вектора F2 равна длине вектора F1. В условии задачи сказано, что их равнодействующая, величина этой равнодействующей, пусть в равнодействующей это будет вектор F. Так вот, величина этой равнодействующей или модуль вектора F равен 120 кг. По условию сказано, что эти силы приложены под углом 72 градуса. И если мы обозначим конец вектора F2 буквой B, а начало вектора F1 – это у нас А, а конец вектора F1 обозначим буквой D, тогда по условию угол BAD равен 72 градуса. И нам нужно найти величины этих сил. Значит, модуль вектора F2 и модуль или длину вектора F1. Построим результирующую F. Итак, результирующая сила F будет равна сумме векторов F1 и F2. А сумма векторов F1 и F2 – это будет диагональ по правилу параллелограмма, диагональ параллелограмма, стороны которого являются складываемыми векторами. Значит, в этом параллелограмме ABCD его сторона AB равна длине вектора F2, а сторона AD равна длине вектора F1. И поскольку длины этих векторов по условию равны, то равны AB и AD. А поскольку ABCD – это параллелограмм, то значит AD равно BC, AB равно CD, и таким образом у этого параллелограмма все стороны равны. А значит, ABCD – это ромба. А у ромба диагонали ромба делят его углы пополам, то есть являются бисектрисами его углов. Значит, диагональ AC делит угол BAD на два равных угла. Угол BAC равен углу CAD. И оба эти угла равны половине от 72 градусов, то есть 36 градусов. Диагональ AC делит пополам не только угол BAD, но и угол BCD. А поскольку углы BAD и BCD равны, как противоположные углы параллелограмма, то диагональ AC делит и угол BCD тоже на два равных угла. И каждый из этих углов тоже равен 36 градусов. И вот теперь уже мы можем рассмотреть треугольник ACD. В этом треугольнике по теореме синусов его сторона AC так относится к синусу противоположного угла. Это у нас угол D. Как сторона AD относится к синусу противоположного угла, то есть к синусу угла ACD. И теперь для того, чтобы отсюда найти AD, нам нужно вычислить синусы этих углов. Ну, синус угла ACD – это у нас синус 36 градусов. И мы можем по таблице определить значение этого синуса. Оно будет равно 0, 5, 8, 7, 8. Теперь синус угла D. Угол D. Угол D с углом BAD является соседними углами параллелограмма. И сумма этих углов равна 180 градусов. Значит, угол D будет равен 180 минус угол BAD. А угол BAD у нас равен 72 градуса по условию. Значит, угол D равен 180 минус 72 градуса. Тогда синус угла D будет равен синусу 180 градусов минус 72 градусов. И по формуле приведения он будет равен синусу 72 градусов. И мы можем вычислить синус угла D как синус 72 градусов. По таблице он будет равен… Но его приближенное значение будет равно 0,9510. И вот теперь мы можем вычислить сторону AD. AD будет равно AC. AC – это у нас длина вектора F. То есть 120 градусов умножить на синус ACD. Синус ACD – это 0,5878. Разделить на синус D. Это 0,9510. И это приближенно будет равно 74,17 кг. И поскольку стороны AB и AD равны, то тогда длина вектора F2, равная длине вектора F1, будет равна 74,17 кг. Задача решена. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok